В этом видео вы имели двух разных людей два раза. Входит и выходит. Замечательно выходит у Винни-Пуха. Главное, что никто не заметит, если собирать обратно. Привет, друзья, с вами Евгений Денисов, и вы снова на канале ОМЗАП. Мы с парнями решили, что пора бы вам рассказать какую-нибудь классную техническую историю. Потому что мы немножко увлеклись. Мы рассказали вам историю компании Hyundai, рассказали о том... Ну, это официальная история. На самом деле, скорее всего, все было немножечко не так. И, скорее всего, просто маленький парень из деревни был намного шустрее, чем всем кажется. И намного проворнее. И умел правильно заключать сделки. С дьяволом, с совестью или с государством, я не знаю. Возможно, с американцами. Но эту историю мы расскажем как-нибудь в следующий раз. А в этот раз я вам расскажу о том, как абсолютно в самом неожиданном месте мы нашли классную историю. Суть этой истории заключается в том, что к нам приехал Solaris. Обычный Solaris на 1.6 G4 FC. Тот самый FC-двигатель, который знают, по-моему, все как самый неубиваемый, самый простой, самый кондовый и самый популярный движок. Который ходит в 100, 200, 300, 400. И, в принципе, умудряется перевалить и пять сотен тысяч километров предложенной эксплуатации. Но тут возник момент. Смотрите. Это будет прям реальная детективная история, потому что я уже всю историю видел. И вот это видео, вот эту часть видео я записываю. Мы записываем. Мы записываем после. После того, как мы уже все посмотрели и охренели. Короче, в этом видео поимели двух разных людей два раза. Суть в том, что здесь у автомобиля два собственника. Нынешний собственник второй. Первый девушка. Девушка оказалась очень-очень шустрой. Но об этом расскажу чуть позже. Человек купил машину. Второй хозяин. Купил машину на пробеге примерно 60-70 тысяч. Вот. Катался порядка 40 тысяч на этой машине в течение трех или четырех лет. Трех лет? Четырех? Ты не помнишь? Трех или четырех? Трех лет. Вот. В течение трех лет катался. И, в принципе, горя не знал. Ну, точнее, не сильно за этим горем наблюдал. Вот. И в какой-то прекрасный момент он принимает решение, что пора бы сменить свечи. Решил это сделать самостоятельно. И так получилось, что свечи, которые он приобрел, они оказались контрафактными. Вот. И в одну из свечей при закручивании он благородно сломал. Сломал, выкрутил, поставил другую. И вроде бы нет проблем, но проблема была, потому что маленький кусочек свечи обломился и упал в цилиндр. В третий цилиндр. Ну, соответственно, по закону подлости мотор запустили. Ну и дальше, короче говоря, двигатель убили двигателю хана. Вот. И, в принципе, история достаточно простая. Понятна причина, понятно следствие, но вся эта история вылилась, ну, прямо в детективную. Мы сейчас вам покажем моменты, как мы разбирали этот двигатель шаг за шагом в попытке понять, какого черта с ним происходит. Многие из вас часто жаловались на звук. Просили, чтобы было меньше фонового шума. Надеюсь, на этот раз нам это удалось на все сто. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам звук теперь. Ну что, поехали. Сначала нам нужно снять двигатель. Кстати, вы сейчас можете видеть эндоскопию третьего цилиндра, того самого, в который улетел обломок свечи. Даже сейчас видно, что у цилиндра и поршня существенные повреждения, и мотору сильно досталось. Так, снимаем крышку, и тут у нас чудо-чудная диво-дивная крышка приклеена на немеренное количество герметика. Огонь. Весь мотор в масле, оно течет вообще из всех щелей, каждый стык элементов протекает. В итоге двигатель просто покрыт ковром из масла и грязи. Снимаем крышку ГРМ. У G4FC тут находится масляный насос. И это не родной герметик. Родной он такой серо-белый. И вот тут вокруг колец герметика не должно быть. Тут должны быть резинки. Ну, судя по всему, двигатели разбирали. Башмаки. Башмаки не меняли. Цепь родная. Что они тут делали, непонятно. Есть ощущение, что снимали голову. Но зачем? Сбрасываем бугеля. Смотрим распредвалы. На валах есть износ. Ну, прям какой-то прям жести такой нет. Износ великоват для 100 тысяч километров. Но поехали дальше. Откручиваем ГПЦ. Болты не растянуты. Вроде пока все, ну, более-менее нормально. Слушайте, ну, ничего так двигатель собрали. Судя по тому, что на двух болтах куски резьбы и герметика эти рукоблуды, которые лазили в этот двигатель до нас, сорвали резьбу. Причем сделали это дважды. Решили, видимо, что восстанавливать резьбу дело так себе, неблагодарное. Поэтому просто залили все герметиком, наживили болты на 1-2 витка и норм. Моментный ключ? Неа, не слышали. Прокладка тут тоже нифига не оригинальная. Она даже не приклеилась к блоку. О, и удивительно, да? Чего у нас мотор весь в масле? Непонятно. Ладно, копаем дальше. В третьем цилиндре места живого вообще нет. Его весь подрало, множественные следы ударов, металлический мусор и куски поршня молотило поршнем. Короче, жесть. Что интересно, после истории со свечой, после того, как кусок упал в двигатель, на этом двигателе не катали каких-то бешеных расстояний. Он почти сразу стал издавать умирающие звуки, и его остановили. Поэтому остальные три цилиндра нам хором говорят, парни, у нас тут пробег совсем не 100, а далеко за 200+. Это практически неубиваемый двигатель, и такие следы износа не появляются на 100 тысячах километров пробега. Так, теперь снимаем поддон, который, судя по всему, тоже намертво приклеен. Тут все в продуктах износа. Стружка. В маслоприемнике застряло что-то, и этого там явно быть не должно. Это здоровенный кусок чего-то металлического, что никак не получается идентифицировать, как часть двигателя. Смотрим вкладыши. Вкладыши родные. Есть износ, но снова нет ни одной замененной детали. Смотрим колено, и на первый взгляд вроде бы все ок. Поршни тоже все родные. Вопрос остается, что делалось-то в двигателе, зачем его разбирали. Девушка, которая была первым владельцем автомобиля, таким образом пыталась изучить теорию ДВС. Зачем плита снималась? Зачем все это делалось? И почему все детали все равно родные? На цилиндрах сделали фаску, вероятно, для того, чтобы легче было закинуть туда поршни. Но она сделана так, будто ее делали ночью, без света и напильником. Мы грешным делом подумали, может его гильзанули, но тоже нет. Двигатель просто кто-то полностью разобрал, а затем вот так вот похабно собрал его обратно. Так, смотрим, что у нас с масляным насосом. Весь в задирах. Весь подранный. Здесь проводишь пальцем, и там прям борозды глубокие. Выяснилось, что оказывается, этому двигателю реально 200+, не меньше. То есть, соответственно, либо девушка, либо какие-то там друзья девушки скрутили перед продажей пробег. Так как машинка эксплуатировалась, девчонка аккуратно, машинка аккуратненькая, вся такая, не бит, не крашен. Вот. И замечательно, может быть, какая-нибудь у девочки там пушистенькая штучка была на руле, потому что руль реально живой. Вот. И, соответственно, получается, что? Человек смотрит, новая, ну, практически новая машина, 100 тысяч для Соляриса, это вообще не пробег. Беру. Оказалось, что на тот момент там уже 1160-170 пробега было. Но вопрос в другом. Это первый раз, это вот один раз, когда налюбили собственника, первого человека. Но как же налюбили девушку? А девушку налюбили очень интересно. Дело в том, что когда мы разобрали весь двигатель, было принято решение, что в этом моторе не меняли вообще ничего. Родное колено, родные валы, родные шатуны, родные поршни, родные залегшие кольца. Все родное. Нахрена разбирали двигатель? Так вот, суть в том, что, скорее всего, девушку тоже развели на ремонт. И, вероятнее всего, произошла вот одна из тех историй, когда заботливая хозяйка просто пришла и сказала, «Мальчики, а можно я посмотрю, как вы разбираете двигатель?» И ей медленно и заунывно взяли и расковыряли движок. Расковыряли полностью. Разобрали вообще весь двигатель. Ну, а потом она, видимо, задолбалась, пошла ждать, пока его соберут в поисках какой-нибудь запчасти. И ей его собрали. Собрали настолько через задницу, настолько криво, настолько убого, что двигатель ссал маслом через все щели. Весь двигатель был собран на толстенном слое герметика, который был везде, где можно и где нельзя. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Но на самом деле получилась фактически детективная история. Потому что было просто непонятно, где же сюрприз. А сюрприза никакого не было. Ездите в проверенные сервисы, к проверенным парням, которые точно знают, что делать с вашей машиной. И не в какие-то мультибренды. И если у тебя Тойота, едь ты в Тойоту. Если у тебя Мерседес, едь в Мерседес. Не к официальному дилеру, окей, но в мастерскую, которая занимается именно этими автомобилями. Мы занимаемся корейскими машинами. Мы капиталем двигателя уже далеко не первый год. Поэтому корейские тачки это наша тема. Это то, что мы делаем. Круто. Доверяйте машины тем, кто знает, что с ними делать. И кто не пытается склеить двигатель на герметике. С вами был Евгений Денисов. Канал ОМЗАП. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok